На совещании присутствовали члены ТОСов, начальники районных отделов полиции и активные представители общественности. Вопрос серьезный, безопасность курорта. Глава Сочи Анатолий Пахомов отметил важность принятия 44-го федерального закона. Теперь за неисполнение требования дружини, как примеру, предусмотрен штраф от 500 до 2500 рублей. Члены ДНД, а ими могут стать только граждане России, отныне защищены законом. В целом же с 1 июля предстоит большая и важная работа. Маршруты должны быть. Вот я смотрю, здесь нам уже маршрут рейдовой группы «Голубые дали» показывают. Я уверен в том, что маршруты уже давно отработаны по всем микрорайонам нашего города. И поясняю, что с учетом того, что мы реально понимаем, что рейдовые группы должны состоять не из случайных людей, а это естественное казачество, это естественное сотрудники полиции, это естественно, что очень уважаемые наши общественники, которые не для галочки, а для души своей будут этой работой заниматься. С безнадзорностью детей в Сочи борются активно. Рейды проводят постоянно. У каждой группы, в которую входят представители правопорядка и общественности, свой маршрут охвачен весь город. Если за 2009 год было выявлено более тысячи несовершеннолетних в ночное время, то в 2013 году таких было 468, а за пять месяцев этого года выявлено всего 220 фактов нарушения детского закона. С 1 июля с расширением полномочий ДНД результаты можно будет улучшить. Я думаю, что с принятием этого закона правонарушений, как среди детей и тем более взрослых, будет меньше. Потому что, во-первых, будет больше рейдов, будет акцент сделан, будет больше общественности. Это не только рейды вечерние, когда правонарушения совершаются, ночные и так далее. Это также работа практическая в домах многоквартирных, в домовой территории. От взгляда дружинников не уйдут подозрительные граждане. Торговые точки, которые незаконно распространяют алкогольную и табачную продукцию, в том числе и детям, дружинники тоже будут выявлять. Количество рейдовых групп с 1 июля увеличится в разы. В Лазаревском и Центральном районах их станет по 15, в Хостинском – 6, в Адлерском – 10. В каждый войдет по 3 человека, полицейский и 2 дружинника. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Субтитры создавал DimaTorzok